ноутбук который может и игры запустить и отлично будет справляться с офисными задачами и все это в компактном металлическом корпусе от именитого бренда привет меня зовут арсений и ты на канале игроман ну а это обзор новинки от msi msi modern 14 поехали сразу же уточню что полное название модели из этого видео звучит следующим образом msi modern 14 b4 mw 406 ru соответственно помимо нашей конфигурации на рынке существуют еще и другие модели ознакомиться с полной линейкой ты можешь по ссылке из описания ну а начнем конечно же с начинки за производительность устройства отвечает гибридный процессор от amd ryzen 5 4500 u к слову сейчас процессоры от красных можно найти в целом ряде и ультрабуков и ноутбуков безусловно не только производство msi это мобильный 6 ядерный 6 поточный процессор построенный по 7 на метровому техпроцессу с базовой частотой 2 и 3 гигагерца и в турбо бусте аж до 4 гигагерц объем кэш памяти 2 и 3 уровня составляет 3 и 8 мегабайт соответственно но давайте будем здраво оценивать его возможности этот процессор отлично подойдет подряд офисных задач среди которых и серфинг в интернете и просмотр 4k видео и работа в офисных программах более того на этом малыше можно вполне редактировать видео и фото да не 10-битные футажи в 4к но вот наши обзоры собирать на нем вполне реально и даже игры этот ноутбук потянет да например тоже кс гоу на средних настройках выдает примерно 40 60 кадров зато стабильно и по идее можно было бы установить какие-нибудь triple и проект на этот ноутбук но все возможности оборудования нужно оценивать здраво да и за графику vmsi modern 14 b4 mw отвечает встроенная графика radeon но отсутствие дискретного видео адаптера компенсируется размерами и весом устройства по факту даже язык не поворачивается назвать этот ноутбук ноутбуком настолько он компактный и легкий 1 и 3 килограмма веса при размерах 319 на 220 миллиметров а толщина и вовсе составляет 16 9 миллиметров и все это в строгом серо минималистичном корпусе из алюминия что к слову безусловно играть на руку охлаждению и о нем давайте чуть подробнее в отличие от большинства компактных ноутбуков msi modern 14 обзавелся активным охлаждением другими словами внутри корпуса расположен небольшой кулер который включается исключительно под нагрузками так при обычной офисной работе ноутбук не греется от слова совсем его температура варьируется от 30 и до 45 градусов с точки зрения инженерной проектировки интересные решения с опоры ноутбука на нижнюю часть экрана благодаря этому нижняя часть устройства приподнимается над поверхностью и охлаждается ноутбук куда эффективнее а вот под нагрузками кулер включается на полную и так ребят кс го средние настройки порядка 40 и 50 кадров выдает игра и по температурам это порядка 80 градусов греется наш ультрабук несмотря на то что у нас есть активное охлаждение но правда ради даже на максимальных оборотах ультрабук очень и очень тихий такие дела ну и сразу же определимся со стоимостью данного ноутбука конкретно наш экземпляр с 8 гигабайтами ddr4 ozu и ssd м2 накопителем с объемом памяти 256 гигабайт можно приобрести за 53 тысячи рублей но я вам настоятельно рекомендую проверить актуальную стоимость на момент просмотра этого видео так как скидки в магазинах электроники дело житейское за эту стоимость комплекте вы получаете само устройство инструкцию по эксплуатации и 65 ваттный блок питания с проприетарным круглым разъемом который позволяет зарядить ноутбук от 0 до 100 процентов примерно за 1 час 50 минут и да несмотря на наличие порта юсб си заряжать ноутбук через него у вас не получится а вот что сделать получится у этого ноутбука но не получится у конкурентов это откинуть экран аж на 180 градусов кстати об экране это 14 дюймовая IPS матрица с частотой обновления 60 герц которую мы тоже детально протестировали и получили следующие результаты покрытие цветового диапазона srgb составила 86 и 4 процента а покрытие цветового диапазона dc ip3 67 и 8 процентов максимальная яркость которую нам удалось получить при замерах составила 230 кандел на метр квадратный по отображению цветов есть ряд значительных нюансов так точка белого смещена в сторону синих и зеленых оттенков из-за чего подавляющая часть других цветов отображается некорректно да и фиксится это обычной калибровкой но такой аспект необходимо иметь в виду к слову тест на macbook с открытием крышки одной рукой msi modern 14 прошел без проблем шарнира дисплея действительно отлично настроены и отдельное спасибо ребятам из мсай за нормальные порты которых здесь огромное количество среди них это и hdmi кабель это и usb c порт это и маленький картридер то есть под micro sd карточки с другой стороны у нас два порта usb 2.0 и даже выход под наушники есть в общем если вы креатор который ищет себе хорошую офисную машинку но иногда нужно срочно смонтировать простенький ролик и перекинуть файлы с карты памяти на ноутбук а потом вывести этот же ролик на проектор с этим у вас вопросов не будет msi modern 14 с райзен 5 4500 на борту с этими задачами справиться без проблем ну и конечно же в современном мире ноутбуков очень важна автономность заявленный показатель в 10 часов конечно же возможен но при идеальных условиях при моем же смешанном режиме эксплуатации msi modern 14 показал результат в 6-7 часов результат действительно хороший при емкости литий полимерной батареи в 52 ватт час ну и мои постоянные зрители наверняка спросят арсений ну а что же у нас с клавиатурой она действительно неплохая это стандартная низкопрофильная мембранная клавиатура с регулируемой белой подсветкой из особенностей можно выявить раскладку где enter одноуровневый левый shift длинный а правый короткий клавиши же fn расположена по соседству с левым контролом а от дэлит находится справа от бэкспейса в общем раскладка не совсем стандартная но привык к ней я смог без проблем а вот с тачпадом есть вопросы да он поддерживает очень удобные жесты например скрол двумя пальцами вниз вместо колесика мышки или стрелочек но при этом всем нажимается он но если честно не очень хорошо то есть нажатие поддерживается не по всей площади тачпада а только лишь в нижней его части за быстродействие дисковой подсистемы отвечает ssd nvme накопитель от kingston использующий интерфейс передачи писи экспресс 3 0 ну и оперативная память наша конфигурация ноутбука комплектуется 8 гигабайтами ddr 4 оперативной памяти с частотой 3200 мегагерц присутствует и возможность расширения этого показателя вплоть до 64 гигабайт поэтому если в дальнейшем вам не будет хватать этого объема вы без проблем сможете апгрейдить ваше устройство ну а по итогу сделать выводы можно следующие ребята из амд действительно совершили скачок в производительности и энергоэффективности выпустив свои мобильные линейки райзен в msi modern 14 это решение себя более чем оправдывает ведь довольно мощный процессор в совокупности с хорошим охлаждением показывает впечатляющую производительность для столь компактного форм-фактора да ноутбук получился не без недостатков это не самый топовый дисплей это и тачпад который лично у меня вызывает вопросы да и корпус ноутбука довольно марки отпечатки пальцев на нем остаются постоянно но опять же в этой ценовой категории требовать от ноутбука и шикарной производительности и отличного дисплея и компактных размеров в совокупности с проработанными нюансами будет опрометчиво ну а по моему мнению msi modern 14 b 4 mw соответствует всем современным требованиям реального пользователя 21 века это и мощное железо это и компактный дизайн это и классные материалы конечно же не без недостатков о которых я вам в этом видео также рассказал но тем не менее преимущество этого ноутбука и его цена безусловно перекрывать и недостатки которые я озвучил ранее ну а свое мнение по поводу этого ноутбука напиши прямо сейчас комментариях я с удовольствием их почитаю отвечу на интересующие тебя вопросы на меня по-прежнему зовут арсений ты был на канале игроман покупай правильные проверенные игровые девайсы и ноутбуки и увидимся уже совсем скоро в следующем видео пока